Вместо концертного фрага строительная каска и жилет. Именно Сергей Ралдугин возглавляет экспертный совет, который отвечает за строительство новейшего музыкального комплекса в Сириусе. Один зал на 1200 мест, второй на 300, литературная гостиная с библиотекой, репетиционные помещения для балета. В общем, это такой многофункциональный центр в сфере искусства. Бетонные работы уже завершены, сейчас начинается прокладка инженерных сетей и будут делать основу для фасада. Продумано каждое мелочь. Черезкие линии кровли повторяют отроги кавказских гор, залы подойдут и для классики, и для эстрады, а если нужно, пространство трансформируется под выставки. Я вдохнул воздух, а слов не нахожу. Это настолько восторг. Я себе представляю, что это будет испытывать публика, когда первый раз сюда зайдет, когда в сотый раз и в тысячный. Вместе с Сергеем Ралдугином на стройке дирижер Фабио Мастранжело. Итальянский темперамент тут же дал о себе знать. Заодно и акустику проверили. Вот так и сбываются мечты художественного руководителя Сириуса построить Зайцбург на Черном море, новую музыкальную Мекку. Если сюда будут приезжать лучшие исполнители, встречаться, наслаждаясь курортом, и одновременно будут играть на высочайшем уровне музыку, тогда здесь появится мировой фестивальный центр. В Сириусе уже сегодня можно услышать и увидеть у лучших Сергея Ралдугин частый гость. В этот раз вместе с Фабио Мастранжело приветствую программу «Страсти по романтизму». Именно романтизм сделал когда-то популярным изящные миниатюры, пьесы, романсы, баллады, песни. Опера Таис Масне очень сложна в вокальном исполнении и редко попадает в репертуары театров. Но второй акт любят солисты. Это про большую любовь, про бренность земных ценностей и плоских утех. Часто романтизм — это обращение к образам прошлого, которое по прошествии веков кажется идеальным. Александр Глодзунов воспевал мир рыцарей, замков, песнь Министреля, как тоска по сказке. Глодзунов, Масне, Штраус, русский, француз, австрийец. Музыканты словно говорят, в искусстве нет границ. Несмотря на, вы понимаете, просто зашкаливающую русофобию и в частности в сфере культуры тоже, вот наши ребята все равно допущены к международным конкурсам, потому что без них было бы неинтересно. Это, понимаете, это позор сегодняшнему руководству этих стран. Позор. И естественно, что люди это во всем мире понимают. Это ответ русофобам на Западе, которые запрещают Чайковского. Мы сегодня пошутили с Сергеем Павловичем о том, что вот наконец-то у них есть шанс какие-то премии получить. Потому что когда наши ребята играют, конечно, ничего не останется. Это как с хоккеем. Сейчас стартовал чемпионат мира, а смотреть не на что, ведь наших не допустили. Но такое отношение точно не навсегда. Ведь разве можно представить классическую музыку, балет, театр без русских? Николай Иванов, Ирина Хазова, Виктор Цкавревов, Олег Орлов. Известия специально для Пятого канала.